Всем привет! Делать особо нечего решил записать заодно потренироваться написание API REST API будет оно посвящено статистике пользователь, например, вводит какую-нибудь последовательность и мы выводим результат там, например среднее число медиана отклонения но сегодня я сосредоточусь на среднем числе как следствие от корреляции сегодня буду я искать корреляцию между двумя величинами самая обычная линейная корреляция нашел тут старую старую есть серия такая занимательная статистика ну и там есть вот формула по статистике так что подумал почему нет напишу простой REST API который вычисляет коэффициент корреляции то есть есть то есть зависимость между двумя величинами заодно потренируем немногость библиотеку основного эликсира вспомним reduce зипом попарсим помапим так что вот такой план я уже создал макет я уже создал макет обычный базы данные правда я еще не знаю понадобится эта база данных или нет но так на будущее скажем так и и и что нам нужно что мне нужно запущу сервер mix bat phx здесь ничего особенного не будет просто покажу каким образом будет пользователь вводить данные localhost 4000 значит я буду обрабатывать query query вот типа вот по этому то что здесь уже написано то есть пользователь например будет вводить вот такую такой query запрос цифру он будет разделять точкой запятой сейчас посмотрим как это выглядит как это можно вынуть так это у нас самый 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 контроллер то дефолтный контроллер который у нас устанавливается снова инспектируем и о и о и о и о инспект инспект парамс то есть мы ожидаем здесь увидеть по идее query парамс то есть феникс должен как-то распарсить вот эту строку и вот вы видите в действительности в парамс находятся вот эти у нас строчные значения их мы распарсим то есть первое вот это соответствует вот этому первому второе второму и так далее то есть это x1 это y1 это x2 и y2 и так далее вот такой план вот такой план ладно а отдавать мы будем json то есть принимаем query параметры и отдаем json все сервер мне пока больше не нужен тормозу его закрою этот контроллер мне тоже не нужен удаляю view тоже удаляю и здесь это я комментирую поскольку по крайней мере сейчас я со HTML работать не буду буду работать с json значит мне надо раскомментировать вот это и поехали get 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 что у нас корреляция 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 будет у меня будет корреляция 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 и тут допустим ну да назовем stats контроллер stats контроллер и метод будет метод какой будет метод корреляция 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 метод какой даже не знаю поставил я тут видео на паузу так что записывать по нового у меня нет никакого желания поэтому объясню что тут делал не помню правда где я поставил на паузу так что если повторюсь ну так значит повторюсь считаем значит мы корреляция корреляция между двумя величинами не пользоваться будем под этой формулы чтобы ее посчитать чтобы ее почитать нам нужно сперва подготовить данные данные юзер 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 вводит квери параметры по типу вот этого так вот таким вот образом вот таким вот образом что мы сделаем с ними мы их парсим 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 берем и парсим значит так сплитим сперва по точке с запятой а потом превращаем в интеджер проверки на корректно сделать надо бы но пока не буду после того как мы превратили вот такую строчку список цифр то есть сделали первое приготовление нам теперь нужно согласно вот этой формуле нужно будет среднее число среднее 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 значение нам нужно будет использовать среднее значение вот я написал простую функцию через редюс посчитать среднее значение то есть мы принимаем список 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 цифр и просто через видео редюсим редюс как работает принимают лист начальные условия какие-то и и потом функцию, как она работает с элементом, с каждым элементом, и как она работает с аккумулятором. Аккумулятор в данном случае у нас представляется в виде тупла. Один элемент у нас отвечает за сумму, второй элемент за длину. И мы просто накапливаем в стартовом условии, естественно, у нас 0,0. Так, как мы это делаем? Длину, понятное дело, каждый раз, когда мы встречаем элемент, мы просто добавляем единичку и стартуем с нуля. А сумму, сумму точно так же мы берем сам элемент и добавляем сумму. После того, как все это посчитается, у нас получится тупл, в котором первый элемент сумма, а в втором длина. И мы просто поделим, и в итоге получим среднее значение. Дальше. Завел я одну большую функцию, count correlation, которая будет считать коэффициент корреляции. коэффициент корреляции, он будет принимать у меня сразу, это будет у меня там большая функция общая, которая принимает вот эти вот сырые данные. Мы сперва их распарсим, вот здесь превращаем в лист чисел. Потом, для каждого листа я считаю среднее значение. И потом, для удобства, чтобы в один заход все это посчитать, вот эти вот значения, эти суммы, я зипую, 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 иксы, игреки. Для этого я использую функцию лист-зип. Лист-зип, вот я тут смотрел уже. Лист-зип. Лист-зип это принимает лист листов. И возвращает зазипованные туплы. Такс. И теперь мне осталось сделать один большой редюс. То есть мы берем подготовленный лист, который у нас сейчас выглядит вот по типу 1-2, там какие-нибудь данные, 8-5-6, внутри 5 и так далее. Вот такой вот лист здесь. Вот эти 0, 0, 0, это у нас стартовые значения для вот этих вот значений S, 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 которые у нас в итоге формуле считаются. И нужно применить функцию. Этот элемент у нас отвечает за элемент из списка, а этот, это у нас, соответственно, аккумулятор. И поехали. Ну, так как здесь считается, вот здесь используется x-x среднее и здесь, и, соответственно, на y-ке точно так же я вынесу это сразу отдельно, я напишу sub x равно x минус вот этого среднее, abg x. И то же самое сделаю для y. то есть это я вот почитал вот вот это вот и вот это вот отдельно. и теперь мне нужно вернуть один большой топом. Поехали. сперва мне нужно вернуть квадраты, разность квадрата, разность, сумму разности. Так, значит, как там у нас? Дай-ка я еще раз взгляну. x, то есть это у меня уже посчитано. То есть нужно взять сумму, сумму вот эту, x и прибавить квадрат. Квадрат, квадрат, квадрат. Пользуемся и библиотекой ирлангом matpov пишем sub x во вторую степень. Точно то самое делаем с y. так, 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 так. То есть это с этим, это с этим и так. Здесь я исправлю, чтобы было понятней. И здесь сумма x, y плюс вот это число умножить на это. То есть мы вычисляем вот это вот. Это умножаем на это. Так, получаем sub x умножить на sub y. Окей. Сохранили, 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 сохранили. Теперь дальше. Дальше, дальше, дальше. А что нам дальше нужно сделать? А дальше, дальше, дальше. Мне нужно, собственно, всё это теперь посчитать. Пишу dev. мы будем отдавать здесь map. Мапу, мапу, мапу. До. До, 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 до. Мапу, мапу, мапу. Так. Это я скопирую. Это я вставлю сюда. Это я вставлю. С1, С2. Значит, как там было у нас? Сx, sx, y, sx, y. Окей, посчитали. Теперь смотрим итоговую формулу. Формулу, формула. Значит так. Sx, y. Sx, y. Разделить на... Разделить на... На квадрат. MathPol. MathPol. На произведение. На произведение. Значит здесь будет. И на произведение. S, y, y. Сы. Вроде как всё. Вроде как всё. Так, надо как-то это протестить. Что я вообще корректно посчитал. Вот здесь есть данные. На них и протестим. На них и протестим. В общем, сейчас я их перепишу. Так. Затестил. Всё хорошо у меня. Всё написали правильно. Что даже немного странно. То есть, вот здесь. Данные взял как здесь вот. И... То есть, вот здесь число получилось 0968. И здесь я получил то же самое. То есть, посчитано. Получается корректно. Корректно. Теперь что сделаем? Давайте всё это выделим в отдельный модуль. Назовём его... Назовём его... Назовём его... Даже не знаю. Даже не знаю. Назову его countstats пока. countstats. Значит, def-модуль пишем. Значит, так. kai-ka count stats. Всё, это отсюда копирую. Копирую, копирую. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Скопировал. Вставил. Так-с. Ладно, пусть эти пока остаются здесь. Потом буду их... Использую их, если буду писать протестирование. Так-так-так. Так-так-так. Угу. И... Где-то я тут ещё видел. Где-то я тут ещё видел. Угу. И вот... Согласно этой табличке... Выведим... Выведим... Написи соответствующие. Дэф. М-м-м-м-м-м-м-м-м. Дэф. М-м-м. Ду-ду-ду. Игра... Игра. tell me tell me tell me tell me about go немного странно, но пусть будет так tell me about go tell me about go так что он тут принимать-то будет а принимать-то он будет принимать-то он будет вот это самое зачем я вообще у меня уже есть же эта функция значит так это result и просто по кейсам его кейс резалт ой не резалт, а кондишен мы тут будем использовать кондишен условия кондишен значит так если резалт больше чем 0,9 то мы отдадим мапу значит так пишем value value result и t так describe будет допустим high здесь у нас меньше 0,5 3, value result very low, здесь low, medium, medium, значит, так, здесь у нас больше 7, но меньше чем, так, 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 здесь пишем end, result, так, и нужно сделать то же самое здесь. Окей, всё вроде как готово, будем использовать вот эту функцию. Упс, пишем сюда x, xs, это у нас будет res, и используем json, con, res, и, пожалуй, всё. И будем тестировать это вот на этих данных. Запускаем сервер. У нас было, значит, так. Запускаем сервер. mix.bat.phx.server. Так, я уже забыл, по какому адресу. correlation будем идти. API, correlation, ооо, ошибочка. stats5. stats5. Где у меня stats5? А, я функцию-то забыл применить, тоже мне. Функция у меня называется rescore. test5. Пробуем снова. Пробую снова. Опять что-то не так. stats14.14.14. А здесь-то что не так? А здесь-то что не так? 14. Condition до перед. Непонятно. Ладно, не буду сейчас время ваше тратить. Спокойно паузу нажму. Давно я не пользовался Condition. Конечно же тут не жирные стрелки, а вот такие стрелки. Так. Теперь мне нужно в качестве икса вот эту строчку использовать. И тут еще мне нужно API, correlation, correlation. Так. Вот. И, и, и. Надеюсь все получится. Круто. Круто, 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 круто. С первого раза. Отлично. Так, теперь предлагаю еще воспользоваться средним значением, средним значением, средним значением, средним значением. Дух. Поскольку у меня здесь строки будут, надо же распарсить сперва. Так. Так. Значит, мы. Значит, мы. и посчитаем средним значением. Так. 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 Я даже изменил здесь. Напишу stats, correlation. Здесь stats. Avg. И функцию назову также. Avg. И.. Ага. Несамый, конечно, вариант лучше. Но ладно. Пусть будет так. мне нужно будет создать потом этот по идее нужно создавать документацию чтобы знали, что здесь надо x, а тут y указывать так, здесь у нас в параметрах только один вариант и resp мы помним ага resp, vg, resp, vg но здесь у нас что вернется вернется, вернется, вернется в итоге число так пишем stats avg x и допустим, один, два, три, четыре, пять должно быть три должно быть три окей stats controller 10 stats controller 10 конечно же лишние, лишние параметры avg, avg, undefined, on private у меня здесь как было res, pavg, res, pavg, все правильно, но res, pavg так, еще раз посмотрим так, еще раз посмотрим stats controller undefined on private undefined on private alt делаю алис заодно алиос алиос вот для этого пишем здесь так здесь так res, pavg Туплю на месте Туплю на ровном месте Тоже мне взял Два раза корреляшн Копипас, копипас Копипас зло Получается Вообще в упор не вижу Короче, вот AVG И вот у нас результат 3 вернуло Можно даже сделать Чуть более красиво Чуть более красиво Допустим Можно написать Your 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 list Допустим Мы вернем лист AVG Вернем вот этого Значения Попробуем Сейчас снова Сейчас должен быть JSON Вот он у нас Отлично JSON, кстати, автоматически Провощает Благодаря 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 Вот этой вот Библиотеке JSON Или как-то так Ну, пожалуй 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 Все 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 Так Здесь еще Это протещу Протестирую Отлично 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 Все работает Ну, тогда На сегодня Все Эту Тему Будем развивать Посмотрим Посмотрим Здесь у нас Есть еще Еще, еще, еще Как минимум Другие типы Корреляций Можно будет Посмотреть еще Регрессия По крайней мере Простой вариант Линейную Регрессию Может быть Множественную Посмотрим С логической Посмотрим Как пойдет Ммм Да На сегодня все See you next time Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует